Здравствуйте, уважаемые телезрители, здравствуйте, аудитории. В эфире очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского Федерального Университета. Я по-прежнему ведущий заседания этого клуба, меня зовут Юрий Алаев. И сегодня мы собрались для того, чтобы обсудить, с моей точки зрения, чрезвычайно деликатную тему. Взаимоотношения между церквами, разница между церковью, верой и религией, что вообще происходит, почему достаточно акценты большие, очевидные проявляются в последнее время политизацией, как модно говорить сейчас, процессов, казалось бы, духовных и в каком-то смысле глубоко интимных. Вот об этом. А поводом для встречи, на журналистском жаргоне это называется оперативным поводом, для встречи послужила монография «Преследование украинской православной церкви в ходе конфликта на Украине в 2016-2018 годах». Но она и вышла в 2016 году, если я правильно вас понял, да, Владимир Николаевич? Нет, это все. Давайте я представлю, сейчас вы потом поясните, если где-то ошибки какие-то есть. И вот мы уже начали разговор, диалог с одним из авторов этой монографии, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры религиоведения Казанского федерального университета, точнее института массовых коммуникаций и социально-философских наук, точнее наоборот, да, социально-философских наук и массовых коммуникаций. У наших институтов достаточно сложные многоступенчатые названия, иногда приходится прилагать усилия, чтобы запомнить, а потом еще и проговорить все это хозяйство. Итак, Владимир Николаевич Рогатин, зал может поприветствовать. И представители двух ведущих конфессий, но в то же время и ученые, да, теологи, можно сказать. Проректор Казанской духовной семинарии протоиерея Алексей Колчерин здесь. И кандидат исторических наук, преподаватель Российского Исламского университета, имам Хатыб Наиль Гарипов. Наиль Камильевич, если полностью, если в миру. Кроме того, здесь оказывает мне всяческую поддержку и, может быть, даже будет оппонировать коллега все-таки Владислав Мальцев, достаточно долгое время занимавшийся вопросами религии в соответствующем разделе независимой газеты. И один из соавторов упомянутой монографии. Третьего у нас нет соавтора здесь, но я думаю, двоих будет достаточно. Итак, я предлагаю начать с ваших уточнений, с вашего вводного слова. Что послужило толчком для создания такой монографии? Насколько это для вас личное, насколько отстраненно научное значение эта монография будет или уже имеет? Какое может быть внимание? Насколько я понимаю, ее публикация привлекла внимание Европейского суда по правам человека. Каким-то образом резонанс даже в каких-то комитетах, комиссиях, организациях, объединенных наций вызвала. Это, конечно, подчеркивает, что монография совершенно нетривиальный характер имеет. И я думаю, что Владимир Николаевич сейчас нам пояснит. А дальше, дальше, это все-таки отправная точка для нашего разговора. А дальше мы попробуем понять, что вообще происходит в церквах, в душах, с религиями, с верой. Это все-таки немножечко разные вещи. Да, это не абсолютно тождественное понятие. Прошу вас. Данная книга, данная монография наша является не просто вот одиночным изданием. У нее есть достаточно большая предыстория. И она обусловлена тем, что в 2016 году мы выдали первую книгу с Владиславом Мальцевым. Правда, я там не был указан как автор, потому что я еще находился на Украине. И поэтому было определенные риски так заявлять о себе. Но, тем не менее, наши надежды были, мои в том числе, что первая монография позволит остановить то беспрецедентное давление на, скажем, историческую конфессию, на культурообразующую церковь этой страны. И, по крайней мере, даст возможность, скажем, верующим нормально существовать на этой территории. Поскольку мы имеем просто беспрецедентное количество давления со стороны государственных органов. Мы имеем определенный террор со стороны националистических организаций. Мы имеем давление и психологическое давление со стороны правоохранительных органов. Мы имеем факты принятия дискриминационных законов, которые, скажем, ограничивают в правах эту конфессию или направленные на ее, скажем, ограничения, которые несовместимы с фундаментальными правами и свободой человека. Да, и, соответственно, когда мы говорим о начале изучения этой темы, то все было бы условлено тем, что в 2013, начале 2014 года так сложилось, что мы проживали в Киеве, и все эти события происходили непосредственно на моих глазах. Мы видели, как начинался Майдан, как он развивался, как он оформлялся. И здесь, собственно, тезисы, которые начали на нем звучать в отношении Украинской Православной Церкви, о том, что с этого момента появляются тезисы, в рамках которых предлагалось вообще вынести эту церковь из страны, как антипатриотичную. И, соответственно, вот эти тезисы, они стали определенным для меня тревожным звоночком, в том, что мы можем вернуться к тем трагичным событиям начала 90-х годов, когда просто были разгромлены три епархии, когда были захвачены ряд храмов. И эта история, опять-таки, как и события начала 90-х годов, уйдет в небытие. То есть ни фактаж мы на сегодняшний день не имеем, ни научных публикаций, посвященных этим вопросам. И, собственно, исходя из этой логики, мы начали собирать первичные данные, которые можно было фиксировать. В дальнейшем, естественно, уже мы смогли выйти на более серьезный уровень. Это была выпущена первая книга в 2016 году. По факту мы надеялись даже где-то, что тема полностью будет выработана, и мы уже к ней не вернемся. То есть там 180 страниц фактажа о преследованиях, о дискриминациях должны были обратить внимание европейского сообщества. Тем более, что она была представлена на полях АБСВИ, она была переведена на английский язык и, скажем, доступна для нерусского язычного пользователя. И здесь вторая книга для нас стала еще одним открытием, поскольку, несмотря на то, что уровень эскалации вроде бы как уменьшился, как бы вот эти вопиющие факты, когда там избивали, похищали священников, или какие были попытки захвата культовых сооружений, или в том числе попытки захвата Кивопечерской лавры, или Почаевской лавры уже прошли, но по факту мы в этой книге собрали еще больше материала, чем в первой. То есть дискриминация перешла в качестве на другой уровень, и, соответственно, в этом плане обнажились все основные линии, по которым дискриминируется церковь, и обозначились периоды, в рамках которых пытались достигнуться разные политические цели. И, собственно, вот из-за этой трагедии мы снова вынуждены опять возвращаться к этой проблеме, снова поднимать по ней вопросы, поскольку мы видим абсолютное определенное отсутствие реакции со стороны международных сообществ, со стороны правозащитных сообществ. Данную проблему практически игнорируется. Например, несмотря на то, что у нас жандарм свободы в лице Госдепартамента США ведет регулярную статистику подобных преступлений на свободе совести, мы видим, что Украина и, собственно, проблемы Украинской Православной Церкви всплыли только через пять лет после конфликта. Если мы возьмем документы по Организации Объединенных Наций по Украине, которые устраивали мониторинги, там есть специальная глава, посвященная соблюдению прав и свобод на Украине. Большое внимание уделено соблюдению прав в Крыму, Донбассе, но абсолютно мы не видим тех проблем, которые происходят на территории, которые под контроль на Украине, на которой трагедии, масштабы этой трагедии так же само, просто даже несоизмеримы порой. Понятно, Владимир Николаевич, спасибо большое за введение, за пояснение. То есть существует не только избирательное правосудие, но и избирательная правозащита, приходится констатировать. Вы начали с того, что сообщили, ну или напомнили точнее, что лозунги, послужившие таким триггером для атак на православную церковь Московской Патриархии, да, в Украине начались, или на Украине, да, а начались на Майдане, на последнем Майдане, да, то есть Майдан – это, в общем, ну такая сублимация политического противостояния, да, определенные вот правительство Януковича, вот оппозиция ему, то есть речь о политических аспектах, о политических процессах. И вдруг возникает посыл, который направлен против церкви. Можно уточнить, что, чем это было вызвано, в чем они, вот эти вот люди Майдана, да, которые выступали в конкретном случае против правительства Януковича, в чем они видели угрозу приходов православной церкви, Московской Патриархии на территории Украины, что эти приходы, эти прихожане выступали, да, сейчас Владислав, с какими-то активностями, как сейчас принято говорить, я вопрос не только вам адресую, но и вашему коллеге и соавтору Владиславу Мальцу, я чувствую, он, пожалуйста, да, чтобы вас видели, да, если не возражаете, Владимир. Здравствуйте всем, мы, к сожалению, не поместились здесь вдвоем, а если бы, Катя, тридцов автор приехал, то тем более не поместились бы. В следующий раз диван подставим. Да, на самом деле, я немножко из другой стороны изложу появление книги, на самом деле, надо еще пояснить, что книги две, вот эта вторая книга, которая вышла в этом году, есть книга предыдущая, которая вышла в 16-м году, и мы готовим сейчас уже следующую, на 2020 год, заходом на события 19-го года. Вот, на 14-й год я уже, сколько, 5 лет работал обозревателем НГРелигии, это профильное приложение к Московской независимой газете, описывал события на Украине, и вот в один прекрасный день мы встретились с Владимиром в Российском институте стратегических исследований. Вот, и примерно год мы ходили с этими материалами, мы пытались каким-то образом получить, там, грант на книгу, и, к сожалению, мы этого не получили, хотя телеканалы эту тему любят, на самом деле, есть иллюзия, что достаточно просто взять, прийти, сказать, что мы хотим об этом написать. По факту никто об этом книги издавать не хочет, и огромная задача была сложность найти издателя, который это издаст, издатели, которые это все презентуют, и на московских площадках, в Реан-Новостях у нас была презентация в апреле 2016 года, и на заседаниях ОБСЕ в Варшаве и в Вене. Я такой издателя нашел, с тем, к сожалению, здесь тоже не смог приехать, поскольку дела, но мы выражаем ему отдельную благодарность. Возвращаясь к теме, почему изначально события и на Первом, и на Втором Майдане приобрели религиозный оттенок, потому что не секрет то, что отдельные иерархии Украинской Православной Церкви поддерживали Януковича, и поддерживали и в 2004 году, и поддерживали и в 2014. Уже в январе 2014 года, когда уже были достаточно ожесточенные события на Майдане, настоятель Киево-Печерской лавры, митрополит Павел Лебедь, он на одном из богослужений заявил буквально следующее, то, что Янукович послан нам Богом. То есть, когда уже общество поляризовано, идут протесты, у него было большое желание вписаться в эту ситуацию, тем более он до этого уже избирался от партии регионов Киевский городской совет, и многие в Киеве расценили это прямую поддержку режима, который, но объективно не нравился огромному количеству украинцев и на востоке страны, и на юге, и на западе по самым разным причинам. И еще в пире Майдана была ситуация, что Янукович как раз накануне президентских выборов 2004 года подписал документ, который сейчас, кстати, оспаривается, о передаче Почаевской лавры. Зачем документ был оформлен с большим количеством ошибок. В первой лавры передачи кому? Украинской православной церкви. Янукович подписал? Да, кабинет министров, который возглавлял Янукович в 2004 году. И эти события многие трактовали, но к попытку заручиться поддержкой украинской православной церкви, и некоторые иерархи в том числе и тогда выражали поддержку, например, митрополит одесский Агафангел Савин. То есть вот в этом была огромная проблема, потому что отдельные иерархи тогда уже пытались получить какие-то бонусы, они избирались в том числе по спискам партий регионов местных, какие-то парламенты на Украине. Они очень сильно закладывались на сотрудничество с действующей властью, и в какой-то момент это вышло им боком. Все, Владислав, большое спасибо, исчерпывающий ответ. То есть, обобщая вывод такой, что лозунги антицерковные, точнее против прихожан или приходов или представительства Русской Православной Церкви на Украине, прозвучали после того, и в значительной степени вследствие того, что православные, ну те, кто был, как это сказать, сформулировать-то точнее, ну в юрисдикции что ли морсковской патриархии, поддержали Януковича, поддержали восточные области и в общем вмешались в политику. То есть, да, и дважды пытались сразу после победы в Рамадане штурмовать Киево-Печерскую Лавру, именно потому что считали, что там боевики были. Это уже те, да, которые противники Церкви Московской Патриархии. Да, потому что считали, что там находятся боевики, тетушки прянуковические. Вот именно с этим были связаны попытки штурма. Да, я понял. Владимир, хотите что-то добавить? Я хочу добавить один маленький нюанс. Эти все вещи, они непонятны, если мы не знаем контекст. Например, 2004 год показал, что, например, поражение действующего режима, опять-таки там был Янукович и Ющенко, открывает определенные ресурсы для тех организаций, которые поддерживали оппозиционеров. И, соответственно, вступление в Евросоюз, ассоциация с Евросоюзом, это абсолютно не касающийся религиозного человека вопрос, но как средство достижения определенных ресурсов и положения, это достаточно важный мотивирующий фактор для этих лиц, которые участвовали в Майдане. Мы должны говорить, что там не только были православные униаты, там были и неуязычники, там были баптисты, там были разные движения, которые... И, собственно, интересно, в чем будет то, что они стали своего рода, скажем, давали обоснование, и культовое, и религиозное обоснование тем протестам, которые имели место. Например, столкновение на крещение было обозначено как кровавое водоосвещение, и, соответственно, наполнено уже новым контекстом. И, соответственно, в этом формате альтернативой, или даже, скажем, конкурирующим дискурсам, был, естественно, дискурс Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата, которая выступала и в защиту Беркута, и в защиту порядка, как в целом в этой стране. Очень интересно. Спасибо большое. Я хотел бы попросить имама Хатеба и протеерея Колчерина прокомментировать то, что мы сейчас услышали, и то, что, в общем, вам-то, я думаю, прекрасно известно, во всяком случае, лучше, чем мне. Насколько вообще уместно заявление, о котором упомянул Владислав Янукович, нам послан Богом, выступает церковный иерарх и говорит о президенте страны, о светском лидере, да, или формальном хотя бы светском лидере. Вот он нам послан Богом. И еще ряд таких же заявлений политического содержания вызывает в результате, как сейчас отметил Владимир Николаевич, перенос, да, мирских проблем, окрашивание их какие-то в религиозный контекст и так далее, и так далее. И вот это вот все начинает воронка затягиваться. Прошу, с кем? Давайте с вас начнем, Николич. С точки зрения ислама, если вот есть, ну, я так понимаю, тоже коллеги, да, религиозные, они понимают, но в исламе, в принципе, как бы нет разделения на светского и религиозный. Поэтому с точки зрения ислама, в принципе, вот такое заявление, оно уместно. Но здесь надо понимать, что есть некий такой, вот если есть какое-то устоявшееся уже, ну, правление, да, с точки зрения традиционного ислама, например, то мы как бы его не можем опровергнуть. Почему? Потому что это вот то, что уже есть, это, в принципе, то, что нам дано Богом. Поэтому мы к этим должны быть довольны. Это парафраз на тему «Всякая власть от Бога»? Ну, в принципе, да. И поэтому какие-то новые, как бы, проявления и попытки изменить власть, они с точки зрения, ну, как бы, если уж мы берем классический ислам, да, то понятно, что они являются преступлением и против власти, и против устоявшегося закону. Да, очень хорошо, интересно. Можно провести, допустим или, корректно ли, да, провести, например, параллель между шиитами, суннитами и православными на Украине, которые привержены московской патриархии и униатами? Ну, вот здесь можно, да, потому что, вот, в принципе, появление шиизма, это ведь тоже, как бы, некая была политическая акция в свое время. То есть, и их название, самого течения, оно, в принципе, больше связано с политикой, нежели с каким-то религиозными, ну, постулатами. Да, да, очень понятно. Ватюшка, что? Если позволить сначала несколько слов вообще о ситуации религиозной на Украине, если вы, ну, что вы, все ли понимают, что там происходит. Это называется Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Это, по сути, автономное учреждение, автономная церковь, которая находится в структуре Русской Православной Церкви. Но, что значит автономность? Это значит, что у них есть свой предстоятель, свой сенот, и, собственно, все процессы у них полностью автономны. Это вот Украинская Православная Церковь. Какие у них связи со всей остальной, да, вот, частью Русской Православной Церкви? Очень важны исторические связи, то есть, никогда не было какого-то такого прямого, полного разделения, скажем, Киева и Москвы, да. И понятно, что Русская Православная Церковь, она, ну, там, кстати, у нас кроме Украины есть еще и другие тоже, там, ну, автономные, например, церковь в Японии автономно существует, она тоже как-то входит в часть Русской Православной Церкви. и вообще какого-то понимания, что Украина полностью отделена от Москвы, да, или что-то вот, какое-то движение за, на то, чтобы отрезать Украину в церковном смысле от Москвы, оно имеет достаточно большую историю, по крайней мере, а достаточно активно эта тема развивалась там сто лет назад. То есть, было движение автокефалистов, так называемое, там, оно тоже было связано с некими националистическими движениями, и вот всегда это было переплетено с политикой. Вот хотим того или нет, казалось бы, жизнь церковная, да, должны заниматься вот проповедью, добрыми делами, миссией, а вот на самом деле вот от этого переплетения не уйти никуда. Это было всегда, вот, и на сегодняшний день политика, она оказывает серьезное влияние именно на жизнь церкви в таком формате. Извините, пожалуйста, уточнение сразу, извините, что перебиваю. Политика оказывает серьезное влияние на деяния и на поступки церкви. Не наоборот. Я думаю, что не наоборот, потому что на самом деле политическая деятельность церковных служителей, священнослужителей, она вот в нашем быту, она, в принципе, очень хорошо формализирована. Например, священнослужители не могут быть членами партии, это вот у нас в русской православной церкви. Мы не можем избираться в качестве депутатов, в госсовет и так далее. Я думаю, что это правильное решение, оно достаточно мудрое, чтобы все-таки все было достаточно разделено. Ну и в этом контексте кто-то из иерархов говорит, что вот Янукович нам послан Богом. Никуда не избираясь. Вроде бы, извините, что в стороне. Я возвращаю к началу вопроса. А это-то как совместимо тогда? Ну, на Украине так и хотим от того, не хотим есть своя специфика. Я, конечно, честно говорю, на Украине никогда не был, но очень мечтал бы попасть и туда, и Киев посмотреть, и святыни. Но на самом деле, надеюсь, что ситуация будет благоприятна. Нам еще удастся всем туда съездить, гости. И вот это переплетение, может быть, там вот именно из-за специфики украинской, она как-то более серьезная переплетение есть. А у нас все-таки, что касается всякой власти от Бога, тоже такой уже самый маленький комментарий, это действительно есть понятие в Священном Писании, и апостол Павел об этом говорит. Очень важно понимать, что всякая власть в смысле в том, что она хорошая, она плохая, она такая, какая она есть, но мы должны ее принимать. И апостол Павел призывает именно к послушанию всех нас, послушание той власти, какая есть. А в 20 веке, знаете ли, русская церковь и верующие люди у нас в России переживали достаточно серьезные такие богоборческие переводы, когда там за... мы немножко об этом позже поговорим. Спасибо. Владислав, есть дополнение, да? Да, есть дополнение, кстати, достаточно большое, но на самом деле это толкование. Очень больших не надо. Не надо их больших. Не-не-не. Помните, что у Ивана Златоуста есть толкование на этот отрывок из апостола Павла, он говорит о том, что не начальник послан Бога, сам институт власти создан Богом. То есть, когда есть те, кто отдает приказы, кто подчиняется. Но я не ощущаю, что каждый начальник является послан Богом. Мы вспомним, что тот же самый Иоанн Златоуст был сослан за публичную критику императрицы за ее развратное поведение. Что касается избрания в политике, мы забываем, что в России русской православной церкви это было запрещено только в 93-м году, а еще патриарх Алексий II был депутатом Верховного Совета СССР последнего созыва. Если брать на мир Украину, то там этого запрета нет. И, скажем, 2010 год, вот я подсчитал, там были даже не сотни священников, ну, порядка, может быть, тысячи священников выдвигались в депутаты самых разных партий, митрополиты, секретари епархии Украинской православной церкви избирались и даже были депутатами там городских советов в Киеве, в Одессе. То есть таких примеров было очень много. Сейчас, может быть, их меньше просто, потому что ситуация, скажем, более такая тревожная, связанная уже с политическим насилием на улицах. Но даже сейчас я видел на Юго-Востоке выдвижение, допустим, секретарей епархии, которые, в принципе, открыто агитировали за себя на местных выборах, это был еще 2015 год, просто в целом уже активность духовенства самых разных конфессий она ушла. Но факт, на Украине это было всегда очень активным. И было бы у нас, если бы это не было запрета. И на Украине есть еще разница, что там есть несколько конкурирующих в церкви, не все из них признаны в православном мире, но они между собой конкурируют. За что? Они конкурируют за паству, они конкурируют за симпатии в обществе. И, в принципе, даже нельзя сравнить даже с разделением на шейтов и сунитов, потому что у них нет вероучительных особенностей. У них одни и те же самые святые. Вот я, например, недавно смотрел, то, что я читаю, допустим, паблики, ПЦУ, и там они, например, про Паисия Величковского как раз упоминают. У них нет вообще даже и в богослужебном плане отличий, как ни странно. У них расхождение только в том, что это мы считаем себя украинской церковью, вы считаете себя московской церковью. Вот, спасибо. В этом прежде всего. Спасибо. Смотрите, я не знаю, уважаемая аудитория, вы все студенты религиоведа, вы, наверное, больше в теме и глубже в теме, но у меня, как честно вам скажу, во-первых, человек не воцерковленного, во-вторых, не креационист, конечно я, но где-то вот колеблюсь, понимаете, к вопросу. У меня складывается ощущение, что вот то, что мы сейчас, то, что вот прозвучало здесь, это разговор, в общем, абсолютно не о вере. Вот как Владислав сейчас заметил, ну какая разница между конкурирующими украинскими церквами, да, святые одни и те же, обряды одни и те же, все одно и то же, но мы за что-то боремся, вот мы более правы, мы что, мы более, вот я, то есть, и подтвержденная несколько экспертами, фактически всеми, кто здесь высказывался, мысль о том, что все густо замешано на самом деле на политике, а не на вере. Вера-то где-то есть вообще? Да, Владимир? Да, однозначно есть, но она не находится на таком явном отношении, да, то есть, вот когда отец Алексей рассказывал о единстве в церкви, то для верующего человека, который находится в украинской православной церкви, важным аспектом является вот это духовное единство между верующими, как русской церкви, русской православной церкви, так и украинской православной церкви. И, собственно, вопрос вот этого единства или разорвать это единство и войти в политический дискурс, стать, скажем, приемлемой организацией или сохранить вот это внутреннее единство, вот эту определенную экклесиологию, связывающую эти народы. И тогда, собственно, ну тогда оставаться в определенной обструкции, оппозиции и, собственно, терпеть все неспосланные беды со стороны правительства. Но здесь вот интересный момент, что вот именно претензия на сегодняшний день к этой организации является вот этот вектор, направленный на сохранение церковного единства с русской православной церкви. Если этот тезис убрать, то, собственно, она легко, скажем, снигнутся все проблемы в отношении ее. И даже если человек будет находиться в другой, в нужной церкви, но выскажет тезисы, что нам необходимо иметь какие-то дружественные отношения с Москвой или выскажет какие-то тезисы в отношении против существующего диска, он попадет в обструкцию. Эту линию диктует кто? Эту линию диктует униат, эту линию диктует существующая светская власть в Украине или на Украине. Или эту линию диктует какие-то, ну, как сейчас принято говорить, экстремистские. Мы под экстремистские очень много, да, подводим при желании организации. Кто диктует эту линию? Ну, вот, после того, как ушел Петр Порошенко с этого поста, мы видим, что обструкция и, скажем, наколение этой дискриминации уменьшилось. Соответственно, мы понимаем, что тон задавала власть и, соответственно, уже подтягивала разные институты и, собственно, оправдывала и, всевозможно, сопровождала подобные действия. То есть, ни один радикал, нападавший на церковь, не сидит. Никто, ни одно СМИ, которое распространяло фейковые новости о том, что на материковой Украине в храмах склады оружия и готовится его раздать диверсантам, не извинилось. Это вот вы сказали до начала эфира, что там был один из поводов попытки штурма Киево-Печерской Лавры, что там якобы склады оружия, Киево-Печерской Лавры хотели штурмовать из-за фейковой новости, что мощи святых, а там это культовое, скажем, это место паломничества международное. Да, да. Там это достаточно интересное место и, собственно, в новостях опубликовали новости, что, собственно, вывозят мощи Киево-Печерских святых в Россию. И, собственно, весь Майдан пошел защищать эти мощи от их вывоза. То есть, это манипуляция, это наглая ложь, потому что... Насколько, да, я понял, спасибо. Насколько имеет под собой почву утверждения, высказанные в том числе моими коллегами в ряде изданий, что на самом деле, Владислав, может быть, здесь вы быстрее, да, прокомментируете более детально, что на самом деле идет борьба не столько за упомянутое вами там единство, да, прихожан, или единство веры, или вот абсолютно отрезанные. Вообще, это так интересно, да, сейчас мы на примере Дума вернемся к этому, да, Нейль Каменьевич, если вы не возражаете, как у нас возникает, да, вроде бы вера, да, вот она одна, вот мы православные, но, но мы должны отрезать одних от других по принципу государственных границ, по принципу административно-территориального деления, это вообще ужасно, конечно, на самом деле, с моей точки зрения дилетантской, но вот в ряде СМИ и довольно долго, и уж по телевидению точно муссировалась такая тема, что на самом деле, вот за всеми этими стычками, за попытки, ну, я имею ввиду на Украине или в Украине, я сознательно использую его предлогу, потому что кто-то предпочитает слышать в Украине, кто-то предпочитает слышать на Украине, я постараюсь потрафить и тем, и другим, и вы, и на, главное, чтобы из-за этого еще у нас не было бузы, вот, так вот, говорят так, что, ну, знаете, это все, конечно, хорошо, да, вера, вера, какая вера, там, смотрите, какие деньги крутятся, какие земельные угодья, какие здания, вот за что борьба, вот за что воюют, насколько эти утверждения, с вашей точки зрения, с вашей Владислав, с вашей Владимиром, соответствуют действительности, ну, давайте, как журналист, я сказал, это в СМИ, они же во всем виноваты, отвечайте за СМИ, на самом деле, это просто очень такая удобная тема для обсуждения, поскольку она подходит широкому читателю, на самом деле, для хайпа, ну, она более понятна, в принципе, эта тема всплыла, когда как раз создавалась ПЦУ в декабре прошлого года, православная церковь Украины, но надо понимать то, что, если свести все так к сути, то речь идет о том, что будет непосредственно 30 ставропиги, то есть непосредственно приходов, подчиненных Константинопольскому патриархату, и в любом случае, 30 на фоне того, что на Украине более 20 тысяч православных приходов, это капля в море, и в любом случае, деньги с них поступят не такие уж большие, на фоне того, что у Константинопольского патриархата есть огромное количество приходов и в Штатах, и даже в Юго-Восточной Азии. Деньги от каких-то сборов, за свечки, что, а какие деньги? Мы все знаем, что есть так называемый епархиальный сбор, мы не знаем, сколько он точно составляет, есть версия, что составляет где-то 15% от доходов, а где-то там и 30%, а где-то может быть составляет и 50%, это все как-то закрытая информация, а доходы-то откуда берут? Ну как, есть, во-первых, доходы от продажи книг, от продажи тех же самых свечек, от продажи платков, в том числе, в лавках при храмах, платят за богослужение, при этом, как бы, с одной стороны, свеченник частично получает зарплату и от непосредственно вышестоящих структур, но большая часть денег он зарабатывает сам, и то, что приход аккумулирует в свою кассу, он должен передавать вышестоящие инстанции, то есть епархии, а епархию уже передавать, в данном случае, в патриархию. Но эта версия достаточно самописиотвлеченная, поскольку речь, в данном случае, идет на Украине не об очень больших деньгах, и о деньгах в неком таком обозримом будущем даже они, скорее всего, не будут никуда идти. Речь идет о переполюсовке самого общества, связанного с тем, что, как в 14-м году писал один мой респондент с Украины, появление нового украинского патриотизма, который жестко замешан на противостоянии с Москвой. Мы все как бы забываем то, что были события в Крыму, которые заставили многих украинцев, которые даже не поддерживали Майдан, очень резко возненавидеть Россию. То есть по всем опросам пришла резкая переполюсовка. То есть до этого большинство украинцев выступало за дружесные отношения с Россией, после этого большинство выступало против. И это пошло именно в начале марта 2014 года, когда даже Юго-Восток сколыхнулся большим количеством митингов против России. И вот именно с этого момента пошла резкая переполюсовка отношений, в том числе, к украинской прослана церкви, потому что многие люди, оказалось, не хотят ходить в церковь, которая связана с Москвой, потому что на Украине даже УПЦ убирает везде упоминание, то, что принадлежит к московскому патриархату. Люди сюда не хотят ходить. Мы забываем о том, что сейчас, когда прозвалась ПЦУ, например, секретарь Львовской епархии УПЦ перешел туда. Были случаи, когда Мирки перешел, руководитель одного из епархиальных отделов, многие храмы на Украине с 14-го года перестали упоминать патриарха Кирилла, хотя они не уходили в раскол. Они просто перестали упоминать. Они вышли как бы частичность подчинения. Окей, спасибо. В общем, в двух словах, на самом деле имущественное расслоение не имеет сколько-нибудь заметного значения, но я, правда, говорил не столько о доходах от свечек, платков и так далее, от богослужений, сколько там 15 гектаров, тут здание 18-го или 17-го века, вот об этом. Это ценность. Доход не приносит. Понятно. Спасибо. Можно? Да, конечно, конечно. В данной книге мы рассматриваем около 30 захватов храмов. Так вот, несмотря на то, что общины забирают имущество, переоформляют этот адрес, она не исчезает. Она продолжает существовать на каких-нибудь съемном доме, который будет оборудован под церковь. Это понятно. А вот то, что было церковным имуществом, принадлежит уже кому-то другому? Да, это своего рода рейдерские захваты уже, собственно, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата или других. То есть, там абсолютно существует стандартная схема, приезжают национал-радикалы в село, организовывают некое постановочное голосование села, и село решает за эту общину, в какую юрисдикцию переходит та или иная структура. И, собственно, после этого эти документы переносятся в государственные администрации, где, если чиновник видит это несоответствие и нарушение Конституции и, скажем, порядка и законов по религиозным организациям, и противятся принять подобное решение, то опять-таки приезжают снова национал-радикалы и убеждают этого человека. Хорошее слово, убеждают, да, так прям раз и убеждают, убеждают, говорят, ты не прав, да, или немножко пожестче это все происходит. Все происходит, порой это по-разному, порой население, понимаете, ну, никто не хочет быть с переломанной рукой или ногой, поэтому с первого раза можно понять. Доброе слово и Коль действует лучше, чем просто доброе слово, как высказался один из популярных персонажей прошлого века. А, сейчас, Алексей, вы можете что-то добавить, вот, оценка, что-то все-таки, все-таки, при всем при том, смотрите, почему я об этом задал вопрос, вот, об имущественной подоплеке, потому что мы почти 40 минут уже разговариваем, и все время у меня стойкое ощущение возникает, что на самом деле там, ну, политика, да, политика, да, политика, да, а единство верующих, там, вот, общие святые, вот, родство душ, этого как-то пока я никак не вижу, оно никак не просматривается, и поэтому возникает вопрос, может, на самом деле, вся заковыкка-то в том, что есть угодия, есть здания, есть так называемые имущественные комплексы, которые можно присвоить, переоформить собственность, ну, худо-бедно, ну, и будем, как шутили наши классики, но свечной заводик тоже что-то может давать, отец Алексеевич, что вы скажете по этому поводу? Ну, дело в том, что, во-первых, вот этот вот, ну, простите, миф, да, о том, что церковь там полна какими-то богатствами, ну, здесь нет смысла сейчас его развенчивать, я думаю, потому что начнется какая-то, может быть, дискуссия, а что касается вот именно захватов, мне кажется, что действительно, те люди, которые приходят и захватывают, например, приход или монастырь вот таким рейдерским способом, они делают это не ради каких-то материальных благ, а именно ради того, чтобы, ну, просто увеличить какое-то свое положение, увеличить количество своих прихожан, хотя бы номинально, а если вот ситуация так складывается благоприятно, что им готовы там, их готовы поддерживать правоохранительные органы, исполнительная власть, почему бы этого не сделать? Почему нет, да, 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 рациональное, рациональное вполне поведение, то есть вера предполагает, что мы верим в чудеса, в нечто необъяснимое, сверхъестественное, но мы абсолютно не гнушаемся рациональными, рациональными мотивами в своем поведении, это было бы совсем смешно, да, если бы мы рацию отвергли, вообще все это, вот вы сейчас пока рассказывали, я вдруг мелькнула у меня мысль, даже, ну я все-таки озвучу ее, как принято говорить, теперь озвучу, да, не произнесу, это христианство в свое время тоже, да, были, были периоды, когда оно насаждалось мечом и огнем, в целом христианство, да, речь не идет, там сейчас униаты, московская патриархия, сейчас вот, ну, совершенно другой, конечно, уровень, другой масштаб, но вот то, о чем сейчас рассказывал, Владимир Владислав, вот примерно то же самое, убеждают, что вот это, вот это вот вера будет правильнее, да, вот это вот правильнее, парень, если ты вот, тогда будет хорошо у тебя все, да. Ситуация сложнее, дело в том, что церковь стала, украинская православная церковь, стала удобным, скажем, жупелом, для внутренней политики, поскольку она выведена в разряд пятой колонны, выведена в разряд внутренних врагов, то, собственно, мобилизуются, мобилизующиеся, мобилизованные радикалы, устремляют все свою, всю свою агрессию, канализируют исключительно на нее, и таким образом, им необходимо ехать там на линию соприкосновения огня, да, то есть можно находиться дома, можно в комфортных условиях воевать за идеалы, при этом не с удобным противником, который по большому счету во многих вопросах беззащитный, и в отношении которого, скажем, разрешена любая форма насилия. На сегодняшний день, например, на сайте Миротворец более 40 священников выложены, их анкеты, данные с адресами, личными адресами, куда можно адресно приехать и, собственно, показать его, и убедить его в том, что он не прав. Понятно, я понял. Это очень удобно, очень функционально, все правильно, с использованием современных технологий. Вы, представляя книгу, упомянули, вернее, точнее сказать, высказали сожаление, что ваши труды, первая, вторая книга, не вызвали никакой, не то что сочувствия, но вообще никакой реакции у правозащитных организаций. Как по-вашему? Почему? Потому что, может быть, книга скучная? Или почему? Или потому что это не очень актуальная, на самом деле, проблема? Может быть, вы преувеличиваете? Как вы это оцениваете? Почему правозащитники-то никак? Начиная с Human Rights Watch и так далее. И в том числе, я так понимаю, что и российские правозащитники не очень отреагировали. Ну, давайте все-таки на сей раз начнем с Владимира. Тут сложная проблема, поскольку, например, когда мы говорим о законодательстве дискриминационном, который принимался Верховный Рад, это вот одним из, скажем, из лиц, которые выступили авторами этого законопроекта, был, например, правозащитник Виктор Еленский. То есть, до этого... Правозащитник. Правозащитник. Да, да, у него там были ряд работ направлены на это, по этим вопросам. То есть, он до этого момента выступал за защиту, за абсолютизацию права свободы, совести и вероисповедания. После момента Майдана они выступили неким таким лагерем, который, наоборот, разрешает или обосновывает необходимость такого ограничения в правах этой организации. То есть, вот у них народ и партии едины реально, да, и правозащитники задействующие светскую власть и против влияния Москвы, да? Так выходит, да? Там, например, тезисы связаны с общеславянским единством, или тезис, например, Украина, Россия, Украина, Россия, Беларусь, это Святая Русь, это все вынесено в разряд вредных идей, ненужных, или сепаратизма, как элемент вплоть до даже сепаратизма. Понятно. Но я думаю, что вот у Влада более интересный опыт. Он на себе кое-что испытал, да? Мы дополняем каждый раз друг друга. Ну, вы же соавторы, вам так и сам Бог велел, извините за уместные слова, наверное, братья Вайнер рассказывали, как они пишут очередной роман, что один пишет в одном городе, а другой потом они встречаются и обмениваются информацией. Не будем набрать. Давайте обрать их выходить. Нет, на самом деле, если братья правозащитников, то, скажем, мониторинговая миссия БСЕ на Украине нафиксирует не только события на линии фронта, вот, например, страны контракт распространяют доклады о Варшаве о погибших из той и с другой стороны, но и на самом деле с представителем МПЦ тоже периодически встречается. Просто то, что мы все понимаем, что слово правозащитник довольно абстрактно. Есть официальные правозащитники, есть оппозиционные правозащитники. Ситуация политизации общества, которая происходит на Украине, скажем, есть. Ну, условно, скажем, российские правозащитные организации, которые ездят и сотрудничают с российской делегацией, опять же, на международных площадках, они выпускают доклады про ситуацию в ВПЦ сочувственные. Есть те, кто занимают другую позицию. То есть, здесь произошла резкая переполюсовка. две страны уже рассматривают друг друга не как людей, подвергающихся преследованиям в некой такой сферической ситуации, а как представителей некого враждебного лагеря, которое, соответственно, и не может расцениваться как... Враждебного политического лагеря, опять же, я хочу уточнить. Да, представители враждебного политического лагеря, представители кругов, которые, скорее всего, стараются выжить их при своей победе. Поэтому... Так, 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 так. Есть, соответственно... То есть, они там, извините, Владислав, что перебиваю, но просто у нас формат такой, да, я вынужден включаться, чтобы вы не переходили на долгий-долгий монолог, похожий на проповедь. Так вот, эти правозащитники, мы сейчас проукраинские говорим, они что-то там есть большое количество правозащитных организаций, хельсинкская, украинская группа, отделение Human Rights Watch и так далее. Просто у всех есть определенный прицел на определенную деятельность. Кто-то занимается больше национальными, кто-то расами, специализацией. Да, в том числе, тот же Зеленский, он не столько, конечно, правозащитник, он религиовед, он известный религиовед, я не очень... Дома я набрал комментарии по телефону из Москвы. Но вопрос в том, что он в 2014 году уже перешел в блок Петра Порошенко, он стал депутатом, главой профильного комитета Верховной Ради, то есть он уже стал вполне государственным чиновником. Андрей Юраш, который был до Майдана просто религиоведом из Львова, он стал главой профильного департамента Министерства культуры, то есть это стали люди, это уже были чиновники. Чиновники-то проводили определенную политику. То же самое мы можем любого правозащитника найти, ну, недавно как раз был пример с Робертом Шлегелем, который работал в журнале «Молоток молодежный», потом стал комиссаром «Наших», потом стал ступывать законы о запрете СМИ вообще. Сейчас, говорит, разочаровался в этом всем. Шлегель был правозащитником. Ну, не правозащитником. Да, ну, вот именно. Он работал в молодежном контркультурном журнале. Комиссар «Наших», «Ядро», все нормально со Шлегелем, кто угодно, только не правозащитник. Вы меня извините, великодушно. Он был сотрудником контркультурного журнала. Вы знаете, кто такой Шлегель? Они, по счастью, уже не знают. Это был человек, который вот недавно эмигрировал в ФРГ, принял гражданство, ему его дали, его, его семье, который, извините, Владислав, я уже теперь поясняю для аудитории, это не о церкви, то есть, я здесь не ем ваш хлеб. Который был активистом молодежной организации «Единой России», который участвовал в разработке законопроекта о запрете чего-то там в СМИ. Ну, такой парень, в общем, деятельный. Ну, и вот решил, что, как он заявил недавно в СМИ, «А я поменял политические взгляды, что-то я теперь уже не единоросс, и уехал в Германию, получил гражданство, все хорошо». Не правозащитник, я вам клянусь, я вам клянусь, телезрители тоже. Поэтому, Владислав, здесь, извините, но вы напрашно его туда записали. Я говорю то, что немало примеров, когда вчерашний профессионер взятый на какую-то должность начинает выполнять все. А, ну, оппортунистов все полно, это согласен, да. Поэтому, видите, правозащитников на Украине есть большое количество самых разных правозащитных организаций, они с разной степенью включены в работу с той и с другой стороны. Отлично. Это все понятно, но мы почему-то все... Вы, я имел в виду ведь правозащитников не только украинских, у нас их пруд пруди, мягко я скажу, не буду про нерезанных. Вот. Другая поговорка есть, да. Наши-то, собственно говоря, чего? Мы там готовы там за какую-то феклу, там что-то с ней случилось, мы там в ченч-орк, там подписываем петиции, 50 тысяч, 100 тысяч. Происходит, черти что, разлом, развал, да, по церковной линии между двумя государствами. Где российские противозащитники? Вы можете привести примеры, когда к вам кто-то пришел на помощь, что-то предложил, какие-то организационные меры, кто-то выступил с какой-то петицией? Отвечаю на вопрос. Да, пожалуйста. Во-первых, российские противозащитники, как и украинские, они занимаются ситуацией внутри страны и нарушением прав внутри своей страны. Ему нравится очень занимается правонарушениями. Где? Ну, она международная организация. Ну, только нам-то что мешает? Мы что, стесняемся, что ли? Здесь просто мы вспоминаем старый советский анекдот о том, что советский гражданин был свободным, потому что тоже мог критиковать Рейгана как американец. Мы уже давно не в той стране. Многие люди, ну, Катя, на международных конференциях, я помню, к нам в 16-м году в Вене пришел представитель Азербайджана, который очень долго с интересом все это прослушивал и сказал, что мы вот на самом деле очень близко к сердцу принял. Представляете, как армяне разорили наши мечети в Карабахе. Когда человеку это соответствует, он на это обращает внимание. Но мы забываем то, что в России ситуация с религией начиная с 12-го года она политически поляризована. Мы сейчас прямо туда и идем. Это подвох был в этом вопросе. В смысле, не подвох, а подводка. Подводка. На нашем законе подводка. Но подвох в вопросе был, да. Мы к этой теме тоже сейчас перейдем. Давайте. Я еще, может быть, добавил бы реплику о том, что когда мы говорим про единство православных народов, но давайте вспомним протопопа Аввакума, который в своих письмах написал о том, что кроме русских православий, это у всех, говорит, как он выразил, пестрое, неполноценное. У валахов, у болгар, у всех православных, у греков даже, он говорил, православие уже неправильное. У нас русских осталось, как он в 17-м веке писал, единственное правильное православие. мы не должны принимать неконьянство. Мы должны оставаться в своей вере, которая была всегда. И единство с другими православными народами для него было не то что фикцией, он даже не считал их православными. Поэтому вот этот разговор немножко сам себе сферичен. Единство, кого с кем. После 1048 года сколько русская православная церковь пребывала вне как бы канонического поля? Почти полтора века, до 1589 года, когда собственно Константинополь легализовал то положение, в котором она была. Можно сказать, что она в это время не была в единстве с другими православными народами. Очень сложный момент. Деление по странам, мы опять же обращаемся к теме ислама, но вспомним события там, не знаю, в 89-го года, когда даже в Трастане буквально силы захватывали мечеть или пока не рассаждали их. Таких случаев было очень много, когда шел именно передел, даже такой низовой, то есть, когда проснулись активисты. На Украине ситуация, она самая разная бывает. Я недавно описывал случай в Чернигове и зашел на самую-самую исходную ситуацию, каким образом местное священие Киевского патриархата оказалось связано с националистами украинскими. Потому что в 2008 году городской глава решает передать храм, который находился храм, который находился в городской собственности к Киевскому патриархату. Так вот, представители московского патриархата, казаки, месяца полтора держали храм в осаде, потому что они требовали передать его им. А украинские националисты пытались на блокаду прорывать. То есть, событие, когда, наоборот, и другая страна тоже пыталась брать, ну, может, не всегда силовым буквально путем, но путем осады. Их очень много. Понятно, понятно. В общем, и те хороши, и эти хороши, да? Да. В каком-то смысле. Спасибо большое, Владислав. Он подал вам пас, Наиль Камильевич, да, по поводу, Владислав, да, по поводу того, что происходило в Татарстане. Между прочим, тоже показательная иллюстрация. Я думаю, что многие студенты-религиоведы ее знают, но на всякий случай для телезрителей, для тех, кто нас смотрит и не погружен в тематику. Напомню, что до 1992 года никакого духовного управления мусульман Республики Татарстан не было. И по интересному совпадению оно возникло тогда, когда в республике светские власти вполне проводили политику активной суверенизации. Двумя годами раньше была принята декларация о государственном суверенитете Республики Татарстан. И не прошло и полутора лет, как встал вопрос о том, что центральное духовное управление мусульман со штаб-квартирой в Уфе, по сию пору, по-моему, возглавляемый Талгатом Таджуддином, нам уже не указ, нам понадобилось суверенное духовное управление мусульман, которое было учреждено формально после съезда мусульман, Н. Каменьевич? Вот, с вашей точки зрения, здесь-то вот это, это не та же параллель, да, вот смотрите, ну вот, вот украинская, вот униата, да, вот наша православная церковь Московского Патриархата на Украине, вот Дзюм, вот Дум, и опять, раз по административно-территориальному делению возникло, мусульманская умма едино, вам-то зачем еще отдельное управление? Там, на самом деле, была очень такая, ну, не длинная, но была предыстория перед тем, как вот разделилась на Дум-РТ и отделилась от ЦДУМа, да, была принята декларация о суверенитете, но на самом деле там ведь вопрос сначала стоял, как? То есть, перед тем, как вот создавался Дум-РТ, тому же Талгату Таджуддину предлагали перевести, как бы, центр ЦДУМ из Уфы в город Казань. И, ну, вы, наверное, помните, там поднимался вопрос о том, что это, типа, будет историческая некая справедливость, что в Казани должно быть именно Казань должна стать неким таким духовным центром, и формально для этого вот именно перевод ЦДУМа как бы это формально бы завершал. Талгату Таджуддин отказался. И я считаю, что сделал правильно на самом деле. Потому что я в данном случае не как его представитель в данном случае, просто время показало, что на самом деле не всегда создание параллельных структур, тем более централизованных управлений, приводит к благу. Пример Татарстана это как бы один такой пример, причем удачный на самом деле. То есть Думарте, при всем отношении к нему со стороны его противников, да, там есть минусы, но в общем и целом, вот сейчас, если брать тот процесс, который идет в республике, особенно в мусульманской сфере, он все-таки положительный в том смысле, что он идет так поступательно и нет неких таких острых моментов, которые мы ощущали, как вы помните, там в 90-е годы, в какой-то мере это еще продолжалось в нулевые. И это заслуга того, что Думарте это все-таки некий симбиоз и нашей политической власти, которая очень достаточно строго контролирует все-таки религиозную сферу с одной стороны. И с другой стороны, что у мусульман тоже появилось некое понимание, что нет вот сейчас того отчужденности от власти. То есть все, особенно в мусульманской сфере, понимают, для чего это нужно. Есть другие примеры, которые менее удачны в других регионах. Например, я знаю, есть у нас области района, где не один муфтият, там несколько муфтият. и они относятся к разным. Там есть собственные. Вы имеете в виду среднеазиатские? Нет. Это наша Россия. Кавказ? Не обязательно. Вот Кировская область, пожалуйста, Пермский край, тоже там есть некое дробление. И то, что там происходит, на самом деле, это только приводит к конфликтам. Потому что там есть, например, представители Цедума, есть представители Совета Муфтиев России. Дайор Каминович, они-то там за что борются? За веру, за нюансы в вере, за что? Или за пост? За пост Муфти? Ну, здесь, наверное, тоже та же самая параллель, что по большей части, конечно, борются за прихожан, за пасту, чтобы получить некий как бы расширить свое влияние на этой территории. Где-то это получается удачно, где-то нет, но где-то сохраняет баланс, а где-то побеждает какая-то одна страна. Ну, это такой, я не знаю, вот опять же, простите меня, уважаемые иерархии, люди выцерковленные, ну смотрите, ну я поборолся, да, я завоевал какое-то количество симпатии, да, на себя оттянул, это примерно та же самая борьба, что на выборах, там, я не знаю, в городской совет какой-то, да, муниципальный, за что? Ну я поборолся, я добил, дальше-то что я с этим буду делать? перед Богом-то я выше не стал, как, другими словами, каким образом они собираются и для чего реализовать вот этот духовный или политический капитал, да, вот этот имам привлек к себе больше сторонников, чем вот тот, ну хорошо, и дальше что? Ну в какой-то мере здесь тоже есть, наверное, и материальный интерес, так, с этим я тоже могу как бы согласиться, в силу того, что чем все-таки больше прихожан, тем понятно, что богаче. Материальная база основательная. Да, то есть приход он намного и богаче, и есть возможность и для строительства мечети, там появление мадресе и так далее, и мы знаем, что, например, в Казани все-таки мечети, они самоокупаемы в большей части, а если вот на село, где прихожан ну практически раз-два и обчелся, то есть где мечети есть, но прихожан нет, то понятно, что и там очень сложно даже послать имама, чтобы он там работал, потому что он реально там не может, просто ему где-то дополнительно надо заработать. я так понимаю, в христианских общинах такая же ситуация, да, это зависит. Ситуация такая же, да, ну, более того. Ну, вот, что касается ситуации на территории Российской Федерации, конечно, у нас все, у нас достаточно, вот эта вертикаль выстроена, есть полное понимание и взаимодействие с органами в этом отличие от исламских. то есть на территории, ну, скажем, вот именно Российской Федерации в русской повстанной церкви порядка все-таки, наверное, больше, да, то есть есть одна единая структура, все остальное это, наверное, уже структуры такие полумаргинальные. Вот, поэтому конкуренции нет, но как таковое, но даже, например, приходы, существующие в городах, они же так или иначе тоже между собой условно говоря, конкурируют за прихожан, чтобы люди к ним больше приходили, и мы видим, что те приходы, где выигрывают те приходы, где активнее развивается просветительская деятельность, социальная работа, проповеди, да, где... Не по принципу доступности к метро? Это свой, конечно, вклад имеет, да, как и храм, который расположен в спальном районе, он, конечно же, имеет больше прихожан, но мы сегодня видим даже, что, например, в центре города, где живет немного людей, но много храмов, есть храмы, которые особенно посещаем, именно потому, что это храмы имеют, ведут активную работу, просветительскую, например, там у нас есть храм, духосашественский храм, бывший, в советские годы там был театр кукол, там гимназия, там жизнь бурлит, там настолько все живо и интересно, что, ну вот, и в то же самое время другие храмы, находящиеся в центре города, они могут быть достаточно малолюдными. Да, спасибо, я просто хочу закончить, Илька Ильич, по поводу ДУМ, ДУМ, естественно, когда вот мы собирали с Владимиром Николаевичем, он проявил инициативу, мы стали готовить это мероприятие, я, конечно, тоже что-то там вынужден был почитать, чтобы уж совсем-то не задавать глупых вопросов, а только отчасти, и меня развеселило, если это уместно здесь, и вы мне простите такое выражение, история создания, собственно, ДУМ, да, вот со штаб-квартиры в Уфе, для меня это было открытием, что эта организация была создана по указу Екатерины II, опять же, по указу светской власти, императрицы, а не возникло как нечто органическое, да, вот, вот мы дозрели, мы, значит, вот прониклись, Бог, там, Всевышний призвал нас, и мы что-то такое стали организовывать, нет, Екатерина II, немка, взяла, подписала указ о создании ДУМ, но что интересно, для чего, по просьбе, естественно, по просьбе, и там было, по просьбе общественности, уфимского наместника, как государственное учреждение, во-первых, для испытания лиц духовного звания и отбора среди них, среди этих лиц, благонадежных, изначально структуры церковные, в данном случае, вот, принадлежащие мусульманской уме, было, была создана по указу светской власти, по указу императрицы, для того, чтобы держать благонадежных, отбирать и культивировать эту благонадежность, я подумал, в связи с этим, что вот борьба имамов там за паству, или борьба священников за паству, это может быть еще и такой капитал, что потом этот человек может прийти в соответствующий отдел там с кабинетом министров, который, или там аппарат президента, который курирует это направление, и скажет, у меня есть капитал, у меня есть благонадежная паства, вы тут посмотрите на меня повнимательнее, я заслуживаю большего, чем вы тут рассуждаете или знаете. Но Владислав полон желания опять что-то опровергнуть или дополнить, пожалуйста. Дополнить? Да. Как журналист занимался в огромной степени исламом, в том числе тематика разных муфтиятов, мы просто забываем, что эпоха Екатерины II это эпоха синодальная, то есть и русская православная церковь в тот момент была государственным учреждением, и управлял ей святейший синод. И официальным главой православной церкви, как все время напомнил император Павел I, являлся император, как в англиканской церкви. То есть настраивалась, начинается с Феофана Прокоповича, протестантская модель управления религиозной организацией, той, которая была принята у, допустим, тех же самых англикан в Британии. Что касается самого создания Оренбургского духовно-магометанского управления, я помню так она называлась тогда, то на самом деле здесь, вот по мнению многих религиоведов, жизнь мусульман принесены христианские моменты, потому что в принципе, опять же, я представляю, что ислам это более, скажем так, большое количество самоуправляемых общин. То есть муфти это не аналог епископа или патриарха, изначально это просто богословский образованный человек, который может вынести осуждение по какому-то вопросу. Екатерина II пыталась и эта система насаждалась потом императорами в XIX веке в Крыму, например, я помню, что в Российской империи было четыре духовных управления, было управление на Кавказе, в Крыму и в Средней Азии. Но это потом уже Сталин создал. Создать то же самое, что было выстроено в православной церкви, то есть вертикальная структура, которая замыкается, в данном случае это мир на муфте. Эта структура была все-таки с определенной репелляцией к опыту правления принятым в Российской империи православной церкви. И, может быть, она была не всем органично для самих мусульман того времени, потому что, в принципе, они интитно самоправлялись достаточно эффективно. Здесь есть именно такой мировоззренческий подход значительной степени. Я просто приду пример немножко на другой уже сферы. Недавно умер известная религией это Клейн. И вот я в одной из его книг читал все время интересное объяснение концепции, которую устраивал поднеязычество Борис Рыбаков. И он пишет, что надо учесть, что у Рыбакова его отец возглавлял... Сейчас мы немножко по-моему в сторону уходим, потому что при всем уважении к Рыбакову и к покойному Клейну... Я сейчас объясню, о чем речь. То, что у Рыбакова отец был руководителем Старомряческого духовного училища. И Рыбакова, воспитанный в православной традиции... Вы писателя Рыбакова имеете в виду? Да, нет, историка Бориса Рыбакова. Вот видите, надо заговорить. Я-то думаю о бронзовой птице. Вот. Он пытался в неязычестве найти точно такой же культ единого Бога, как у христиан, потому что изначально эта идея еще воспитания в семье в нем сидела. А в неязычестве в славянском, скорее всего, этого не было. Там было многобожие. Он искусственно пытался выстроить там ту же самую систему мирозреческую, которую императоры насаждали в том числе на других распоряданиях в России для удобства управления. Это понятно. Мы говорим о политическом капитале сейчас ведь. Да, Владимир, будьте добры со своей точки зрения. Опять, если мы вернемся в Украину, на Украину, то мы обратим внимание, что большое, огромнейшее доверие из институтов люди оказывают именно церкви. Поэтому привлечь на свою сторону церковь или показать себя принадлежащим к этой части будет все время попыткой политиков заработать на этом себе те или иные очки. И поэтому и собственно религиозная организация тоже будет пытаться показать вот это свое определенное влияние на этих силах. И собственно вот когда мы говорим о Украине, да, мы говорим действительно там большая политизация в том числе и малых религиозных организаций, и больших религиозных организаций, все замешано, перемешано, да, и собственно даже, но если мы даже возвращаемся в наши реалии и смотрим, да, то церковь сейчас там на четвертой позиции согласно последним данным, которым, если мы им верим, да, если, собственно, если нам... Если мы верим опросу. Да, да, то есть все равно она на четвертом месте, и это показывает большое доверие людей, и соответственно оно будет все время находиться в зоне внимания. Понятно, да, слово сказанное с паперти или произнесенное в мечети весит больше, чем речь на митинге. Я даже больше скажу. Примерно так, да? Народные избранники порой показывали свои фотографии с Папой Римским на паперти униянских храмов, чтобы вот показать я свой, голосуйте за своего. Это очень интересно, мы потихонечку по хронометражу идем к завершению программы. Ребята, ни у кого никаких по ходу не возникло вопросов, да? Будьте добры. Микрофон включен, да? У меня вопрос к уважаемому Владимиру Рогатину, но по ситуации нынешней на Украине вот сейчас в среде униятов у них такие настроения, они недовольны тем, что, скажем так, Папа Римский не хочет униятам давать статус патриархии и плюс Папа Римский не хочет поддерживать возобновление карательной операции на Донбассе, каким-либо образом поддерживать. И даже в Фейсбуке некоторые украинские патриоты, унияты, они в Фейсбуке высказывают настроение, что вот надо уйти от Папы Римского, от униятства и перейти в ПЦУ, то есть вновь созданную ПЦУ Константинопольского патриархата. как вы думаете, насколько серьезны данные настроения и чем обусловлены позиции Папы Римского настолько, что эти же люди обвиняют его, что он агент Путина? Там у нас все агенты Путина, это же вопрос даже нет. Интересный вопрос, да, но здесь несколько я предлагаю копнуть шире и глубже, да, собственно, если мы вернемся в 80-е, 90-е годы, то, собственно, там уже была сформирована некая концепция Владимирской Церкви, и в рамках этой концепции предполагалось, что смогут объединить автокефальную православную церковь, Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, Московскую Патриарху, и Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата, потом к ним добавится Униадская Церковь, и после этого она войдет в двойное подчинение Патриарху Варфоломею и Римскому Папе, и это будет своего рода экуминистическая основа для объединения православия и католицизма как новый вариант. Но в то же самое время существуют Баламанские соглашения, которые вынесли из этого процесса унию как форму объединения. Было соглашение Патриарха Кирилла с Папой Римской, которой они тоже повторили эти же позиции. Но в то же самое время в рамках Украины это не мешает им действовать абсолютно автономно. То есть, несмотря на то, что Папа Римский является главой этой церкви, то есть, они на него должны ориентироваться. В рамках своей деятельности они, скажем, соблюдают любую риторику, даже если она агрессивная. И вот самый такой интересный момент. В рамках католической структуры украинская католическая церковь не обладает патриархатом, но во внутренних СМИ Святослава Шевчука порой называют патриархом самостоятельно. А Владимирская церковь почему этот концепт называют? Владимирская церковь это некий такой конструкт, который был создан при князе Владимире, то есть, до того, как вот эти все украинские церкви разведутся, или в той точках, где они были в неком определенном единстве. То есть, предлагается вернуться сначала в то единство, и потом уже из этого единства оформлять союзы с католицизмом. они претендуют на то, что именно у них преемственность от князя Владимира, правильно я понял? Выступается, что у всех участников конфессионального конфликта есть эта преемственность к Владимирской церкви. Возвращаясь к теме преследований по разным моментам, мне очень было бы интересно, я думаю, не только мне, услышать вот сейчас от представителей конфессий двух ведущих в России и, наверное, от вас тоже оценку того, что происходит у нас собственно говоря, ну давайте с русской православной церкви начнем, да, и к вопросу о правозащитниках. Единственная волна, которую, во всяком случае, я зафиксировал со стороны правозащитников, когда бросились защищать публично наши российские правозащитники от преследования последователей свидетелей Яголы. Кто-то называет это сектой, кто-то называет это движением и был поставлен вопрос таким образом, почему мы боремся там против выступаем резко против притеснения, которые получают православные там ВНА в Украине, да, принадлежащие к московской патриархии и в то же время не хотим как-то обострять или закрываем глаза на то, что у нас тоже преследуют, там преследуют пятидесятников, там старобрядцев, там свидетелей Яговы, как может быть наиболее радикальное такое течение. Можете прокомментировать каким-то образом? У нас мы прошли достаточно сложные девяностые годы, когда у нас было достаточно свободное религиозное законодательство и проповедники на улице, приходящие в дома, стучащиеся в наши квартиры, разгул сектанства, в общем, это такой опыт, который, я думаю, во многом способствовал тому, что государство вводит понятие традиционной религии, это те, кто действительно уже на протяжении многих столетий присутствуют на нашей территории, они так или иначе уже формировали и менталитет русского человека, это касается и мусульман, и старобрядцев, это касается, например, ну, конечно, православной церкви, но у нас еще к традиционным религиям относится и иудаизм, на определенных территориях он очень активно развивается, и буддизм, и вот принято решение, что эти именно учреждения религиозные, они действительно, они здесь, они наши, они способствуют, ну, что ли, собиранию государства, да, они ни в коем случае не нацелены на, ну, какое-то разобщение, что ли, общества, даже пример нашей республики Татарстан, когда и православие, и ислам на протяжении столетий живут бок о бок, по сути, в мире, и согласие, и там даже наши религиозные лидеры, там, и Камиль Хазрат, и митрополит Феофан, и дружат, и очень тепло общаются, это созидание. Есть все-таки у нас опыт, что там определенное движение, там, ну, они приводили не к созиданию, к разрушению общественной мысли, общественной морали, и поэтому какой-то контроль здесь должен вестись. То есть, я считаю, что государство взяло на себя вот эту инициативу и контролирует, по крайней мере, нетрадиционные культы, религия, держит их под контролем, и этим самым оно свою функцию как государство исполняет. Я думаю, и общество должно быть благодарны за это государство. Очень интересно. Даня Камич, есть комментарий какой-то? Ну, тоже, как бы, с отсылкой к 90-м, да, то есть, у нас вот это наследие, оно еще имеет место быть, да, то есть, у нас в 90-е годы было, ну, проявились разные течения и секты, с которыми, которые привели потом к появлению радикальных групп. В какой-то мере эта проблема, конечно, сегодня решена, но остаются, ну, скажем, такие вещи, которые связаны, прежде всего, с тем, что у нас было за вот эти последние, скажем так, 20-30 лет, да, выпущено достаточно большое количество литературы, наверное, больше вот сейчас проблемы с литературой, у нас, ну, вы знаете, наверное, да, то есть, у нас список запрещенной литературы достаточно обширный, широкий, и туда попадает иногда не то, что необходимо запрещать, запрещать. А уже ветхий завет попал, насколько я понимаю. Да, то есть туда уже вот как бы попадает все, что у нас жесткий книг, да, то есть, и здесь вот сейчас проблема у нас с экспертными оценками, то есть, вот у нас как раз была недавно конференция, и мы, вот этот вопрос у нас приезжал эксперт из Уфы, вот она тоже выступала, что сейчас вот эту проблему каким-то образом все равно рано или поздно надо решать, потому что запрещать все, во-первых, это невозможно, но и эти запретительные меры на самом деле не приводят ни к чему, ну, к положительным результатам сегодня не приводят. Почему? Потому что... К прошлый интерес приводит. Ну, я вот знаю только пример нескольких книг, которые считаются радикальными, то есть их переименовывают, там есть уже сейчас около, по-моему, 10 или 20 вариаций названия, и эта книга успешно продается во всех магазинах. То есть смысл запрещать, если она все равно будет издаваться, и она... Хотя там содержательная часть, на самом деле нет ничего такого страшного, что... За что ее можно вообще привлечь по этой статье призыв к экстремизму, потому что его на самом деле там и нет. То есть дело в том, что у нас некоторые эксперты, как бы, ну, такая, я так понимаю, это практика у нас судебная, что списком запрещают, и поэтому у нас вот возникает соответствующая проблема. Возможно, это вот будет как-то решено, но сейчас эта проблема вот она как бы остается. Все понятно. Предпоследний вопрос, да, Владислав, здесь вам придется опять вступать. Есть вопрос? Баб, пожалуйста, конечно. Микрофон передайте, если... Ребята, сейчас микрофон вам дадут. Здравствуйте, я журналист, и мне очень нравится, когда мне понятно, а когда непонятно, не нравится. Извините, великодушно, вы действующий журналист, вы здесь как представитель СМИ. Тогда могли бы вы назвать СМИ. Меня зовут Аделя, я журналист Кэзен Фёст. В общем, мне хотелось бы немного структурировать сегодняшнюю встречу, точнее, то, что я получила. Вот у нас тема сформулирована как преследование церкви или преследование веры. В итоге, что преследуется и почему мы сегодня обсуждаем это, в чем актуальность данной тематики, потому что я услышала комментарии про руководство страны Украины, но оно уже сменилось. И почему мы обсуждаем это сегодня в принципе? Да, конечно. Дело в том, что в рамках истории Украины мы видим, что открыт ящик Пандоры, поскольку в отношении одной конфессии, крупной конфессии, исторической конфессии, развязана дискриминационная политика. Мы видим, что на международном поле она тоже... Захваты храмов, избиения священников, то есть, представленные здесь в книге факты, как раз обобщают весь этот опыт, чтобы его непошагово рассказывать. Ну, 28 захватов храм, которые здесь представлены, это не разовое какое-то явление, а это террор церковной общины на протяжении нескольких лет. То есть, из месяца в месяц к тебе домой приезжают националисты и тебя, скажем, унижают, угрожают. Есть некоторым прихожанам в селе птичья сожгли дома или, скажем, избивают священника во время захватов. То есть, весь ужас, который мы можем говорить, имеет место. Или, например, Катериновка, когда произошло массовое избиение верующих. Несмотря там старик, не старик, семинарист, несовершеннолетний, было массовое избиение, и в этом избиении участвовал батальон, в том числе, состоящий в подразделении милиции. Дискриминационное законодательство, которое, скажем, ограничивает права на территории Украины. То есть, весь сегмент дискриминации, который мы можем представить, который мы можем описать, он весь присутствует. И молчание со стороны международного общества здесь еще больше легализует подобную практику. Даже несмотря на то, что сменилось руководство страны, мы вначале обозначили, что дискриминация, как таковая, не ушла совсем. Она уменьшилась, ограничились векторы, по которым она проходит, но она продолжается на территории этой страны. И, опять-таки, проблема заключается, почему она нам актуальна, потому что, по факту, мы данную ситуацию можем получить, как в любой соседней республике, так и внутри нашей страны. То есть, это та проблема, о которой нельзя молчать. И, собственно, если это будет не выучить, не выучить, останется в рамках не выученного урока для нас, то мы рискуем получить подобную ситуацию и у нас. Окей, я думаю, да. Извините, еще один. Тогда о каких конкретно путях отхода мы говорим? То есть, в чем решение данной проблемы? Мы о чем сегодня говорим? Проблема поднимает кризисный вопрос, что мы абсолютно столкнулись с новым явлением, когда практически некому защищать права человека или правоверующих. Те лица, которые были представлены либеральными правозащитниками, как некой народной совестью, которые всегда говорили о нарушениях свободы совести, сейчас во многом задействованы в этих процессах. И, соответственно, мы получаем сложную задачу, а кто же будет тогда защищать этих правоверующих? То есть, вы считаете, что на Украине сейчас нужны такие же законы, как действуют в России по защите правоверующих? Я правильно понимаю? Нет, я говорю о том, что надо вырабатывать новую площадку, где будут учитываться все права верующих, несмотря на то, что ты относишься в группу приемлемую для Госдепартамента или в группу, которая, скажем, не нравится этому Госдепартаменту. То есть, права должны быть все равные. Если мы этого не получим, то мы будем постоянно получать такие всплески с просто заоблачными цифрами пострадавших как лиц, так и культовых сооружений. И, мало того, трагедию, которую мы получаем, это разлом общества. И когда оно опять выйдет хотя бы на тот же уровень 2014 года, это открытый вопрос. 10-20 лет. То есть, это кризис той определенной кризисы, который мы получили и который перед нами стоит. Поэтому, собственно, для меня эта тема просто сверхактуальна и животрепещущая. Два слова буквально, Владислав. Коллега, коллеги. У меня еще момент, который Владимир не сказал. Во-первых, дискриминация. Когда мы говорим государственную дискриминацию. Во-первых, в 2014 году идет именно деление государственных органов церквей на патриотические и непатриотические. То есть, предположим, представители ОПЦ не допускаются в качестве капелланов вооруженные силы. В Национальной гвардии есть официальный приказ. На этот счет, наступаясь, датированный 2017 годом, который регулирует недопущение представителей непатриотических церквей вооруженные силы в данном случае это МВД. Есть прецеденты, когда в государственных учреждениях, прежде всего, это части Нацгвардии и вооруженных сил, действующие там храмы передавались от непатриотической церкви более патриотическим церквам. Основная часть, конечно, связанных с законопроектов, она предлагает маркировать Украинскую православную церковь как имеющую центр за рубежом. То есть, де-факто, как бы, как иностранного агента. В нашей ситуации мы скорее даже подходим к мысли о том, что сама практика деления церквей на любых религиозных организаций это правильно, неправильно, свои, не свои, она порочна на глубине своей. Как раз нельзя их делить, нельзя отмаркировать их, что тут скажут, это зарубежное, а тут наша традиционная. Потому что это как раз практика сама по себе порочна в основе своей. Спасибо. Спасибо. Аделя, да? Да. Вот, наверное, вы волей-неволей подвели меня совершенно правильно поставлен вопрос, да, потому что мы говорим вот все это время полтора часа уже разговариваем, но я рассчитывал, что все-таки достаточно понятно, основной-то посыл прозвучал достаточно внятно, но, наверное, нужно уточнять. С моей точки зрения, вот ключевая проблема, да, в России, на ВУкраине, да, кстати, сказать и во многих других странах, куда мы, куда мы идем, в каком направлении? Мы лирикализуемся как государство? Когда мы здесь кто-то упомянул, по-моему, Владислав упомянул о старообрядцах, да, о раскольниках, и мы до эфира, по-моему, говорили, да, что один из основных посылов протеста, да, который привел к двоеперси, там, раскольниках, что в реформе церкви тогда увидели те, кто потом стали себя называть там, старообрядцами, а их стали называть раскольниками, они увидели, если я не прав, сейчас меня батюшка поправит, они увидели тенденции или путь к секуляризации государства, которое, как Владислав совершенно справедливо рассказывал, управлялось священным синодом и христианство, православие было государственной религией. На тот момент священного синода не было. Ну, не на тот в принципе, да. Как раз в рубеже, это самое начало 18 века, буквально 1700 год, по сути, когда умирает патриарх Адриан, а вот все-таки вся история со старовляцами, это еще патриарша и бога, когда патриарх значил достаточно много, и даже, если мы говорим прониканно, то он ставил себя не ниже государя, как минимум. Да, но я и говорю, что они увидели опасность, что вот эта роль будет снижаться. Нет? Ну, почему? Так вот, достаточно, если упрощать этот процесс, наверное, они все-таки больше думали о вероучительных моментах, чем о политических, в моем понимании. Прекрасно, прекрасно. Огромное вам спасибо вот за это замечание, потому что я просто, это мне как-то на душу легло, то есть было время, когда все-таки больше думали о вероучительных, да, моментах о душе, о том, что должно уголовенствовать, а не об интересах государства и как бы их получше обслужить в той или иной ситуации. Мы называем себя государством светским, Россия, во всяком случае, Украина, насколько я понимаю, тоже по конституции своей является государством светским, и тем не менее линия раскола проходит по отношению к церкви лояльной светской власти и нелояльной. Если не лояльный, ты враг, и ты иноагент. Я упомянул здесь свидетелей Иеговы, по-моему, еще есть у нас массовое такое движение, да, пятидесятников, я не очень хорошо в них ориентируюсь, это евангелисты, да, по-другому? Это не запрещает никто. Нет, не запрещает, я хотел сказать, я просто перечитывал, там, вот об этих, об этих, об этих, так забавно вообще, свидетели Иеговы, штаб-квартир в США, там, еще одна, евангелисты, основали в США, причем сравнительно, там, ну, по историческим меркам недавно, такая возникла аллюзия, думаю, ну, у нас же готовы иноагенты, ну, как же их, как же их не преследовать, вот они, иноагенты во плоти, воплощенные в определенных институтах религиозных. С моей точки зрения, на самом деле, это вот ключевой вопрос, и я в завершении дискуссии был бы очень признателен вам, уважаемые эксперты, если бы вы вот этот тезис как-то или подтвердили, или опровергли, или высказали, может быть, свое оригинальное воззрение. Мы, еще раз, секуляризируемся, мы светское государство, или мы правдами, неправдами клирикализуемся? Да, сейчас, можно я закончу? И, в любом случае, да, ответ на первую часть, да, ответ на вторую часть, хорошо это или плохо, к чему это приведет. И, ваше дополнение, пожалуйста. Но, очень коротко, если можно. Ну, у меня, совсем коротко, но я прошу, чтобы свою версию озвучил и Владимир Рогатин, и Владислав Мальцев. Так они всю жизнь, только озвучивают полтора часа уже. На другую, ну, тоже связано с клирикализацией. Вот, в Москве, среди патриотов, начиная от журналистов и чиновников, там такая точка зрения сейчас превалирует, что украинская православная церковь, московского патриархата, она показала себя, как плохой, как негодный инструмент мягкой силы России. Соответственно, поддерживать ее не надо. Вот, ваша точка зрения. Прекрасно. Но это все в ту же тему, да, мы светское государство, не светское, что чему служит. Пожалуйста, давайте наконец-то с вас и далее по ходу. У нас, конечно, безусловно, светское государство, и, ну, сказать о клирик, 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 клирикализация, очень, в принципе, можно говорить в какой-то мере, но, как мне кажется, до этого процесса, такого масштабного еще далеко, наверное, идет возрождение среди вот населения тех религиозных ценностей, которые мы утеряли там, какой-то там период исторический, да, и, ну, как мне кажется, да, с точки зрения, вот, как религиозного деятеля, как мусульманина, да, что, для того, чтобы у нас этот процесс проходил, как бы, ну, как сейчас говорят, позитивно, да, то есть, нам все-таки необходимо этот процесс, ну, вести не с помощью каких-то вот политических инструментов, как пытаются там на Украине это сделать, не с помощью давления, как, вот, силовые структуры у нас тоже делают, то есть, в данном случае уповать надо все-таки на Бога, то есть, Бог, он, скажем так, он контролирует нашу ситуацию лучше, чем мы сами, на самом деле, и мы, и мы, как верующие, ну, вот, я про верующих, да, я понимаю, понимаю, да, то есть, как верующие люди, мы должны просто быть более терпимыми друг другу, и быть терпеливыми, а все, что происходит, на самом деле, это все приходящее, и возможно, что все вот эти негативные явления, они сами собой, ну, рано или поздно, они уйдут. Ну, дай бог, Адис Алексеев. Ну, если как бы вот совсем просто говорить, то, ну, если мы говорим о клерикализации, значит, мы говорим о государстве, ну, кажется, что клерикализации государства сейчас нет, это не нужно никому, а тема эта специально поднимается для того, чтобы нанести урон. Извините, великодушно, но все больше и больше людей говорят, в том числе, людей подготовленных, образованных, что русская православная церковь по факту становится государственной церковью, и православие по факту становится в современной России господствующей, если не сказать, государственной религии. Ну, государственной религии, знаете, сколько у нас процентов верующих, посещающих храм? не знаю. Ну, я думаю, где-то 0,6-0,7. А людей, которые считают себя верующими, процентов 70, может быть. Да, что важнее, количество людей, посещающих храм, или количество людей, которые считают себя верующими? Количество людей, посещающих храм, те, кто действительно свою веру как-то реализует, в моем понимании. Те, кто, те, кто, понятие «я верю в душе», это очень удобно, чтобы себя оправдать, чтобы как-то… Я верующий, да? Да. А какие-то, ну, да даже вот, если взять за скобки посещение храма, например, исполнение поста, а добрые дела ты совершаешь, сердце у тебя какое, доброе или злое, да, ты готов откликнуться на нужду? Вот это вот и есть. Поэтому я думаю, что как бы у нас процент верующих, ну, меньше одного процента точно настоящему верующему. А какой клерикализации может идти речь, я вообще не понимаю. Так что эта тема, она специально кем-то утерируется. А вот вопрос секуляризации, это вопрос уже не государства, а секуляризации общества. Мне кажется, сейчас этот процесс тоже, он какую-то вот уже какую-то точку баланса нашел, и уже никуда… В обратную сторону не качается еще? Мне кажется, что если будет какой-то в одну сторону виски качнуться в другую сторону сразу же. То есть вы навешиваете все это? По-моему, где-то здесь какой-то баланс уже найден, и те, кто считает для себя нужным верить, ходить в храм, исполнять пост, да, там добрые дела совершать, милостыни подавать, он это делает. Тот, кто говорит, что мне удобнее верить в душе, он тоже как бы себе уже оправдание нашел и живет себе припеваючи. А уже, но по моему пониманию, откровенных агностиков сейчас все меньше. Да? Интересно. Спасибо большое. Очень, очень, да, я просто тоже хотел поддержать, что религия, на самом деле, без религиозной практики не бывает, потому что это вот одна составная часть все-таки религия, это религиозная практика. религия и вера тождественная абсолютно? Спасибо. Это не для того, чтобы поспорить, просто для того, чтобы услышать. Очень коротко, да, Владимир Владислав, буквально, мы горим. Все познается в сравнении. Если мы хотим поубедить клирикализованную страну, посмотрим, давайте в Англию, где епископ избирается парламентом, где ты еще не получил зарплату, а у тебя уже процент на церковь ушел. До этих всех аспектов нам просто архи-архи далеко. Поэтому, собственно, вопрос здесь не от лирикализации, а выработки партнерских отношений. И да, порой они выглядят коряво, порой они неприглядно, порой вообще... Партнерские отношения между светской властью и церковью. И церковь, да. То есть, и да, есть ошибки, есть неудачные варианты, но без выработки этих взаимоотношений не достигнуть того внутреннего мира единства. Владислав, я буду очень признателен, если вы скажете, я поддерживаю, и на этом мы остановимся. У нас в самой стране идет калерикализация, калерикализация очень такая своеобразная. Это калерикализация, которая не со стороны религионных организаций, а со стороны государства, которые пытаются использовать их авторитет и использовать их как некую новую идеологию. Но сами эти организации мыслится государством как управляемые, она хотела бы им управлять структурой, то есть, она хочет их использовать, но не хочет их пускать к реальному управлению обществом. Это довольно странная ситуация, но она частично похожа на Россию нодального периода. И, к сожалению, именно эта ситуация как раз, она и бьет по религиозным организациям, потому что общество начинает их ошибочно ассоциировать с властью, которых пытаются использовать. И на почве это, если мы посмотрим, скажем, свежий опрос Левада-центра, то как раз растет число неверующих средней молодежи. Это та же самая каротина за последний год. Неверующих. Да, именно среди молодежи. Это та же самая каротина на Украине, как это за последний год, вот я смотрел свежие опросы. Резко упало количество верующих, причем даже на Западной Украине, потому что так лиреализации, которые проводили и во Львове унятые, и Порошенко пытался использовать религию как политическую составляющую своей компании, вызвало как раз обратную реакцию. Резкое падение тех, кто стал ассоциировать себя с религиозными организациями, с самыми разными, с греко-католиками, которых пытались насаждать во Львове. И эти моменты как раз, это общая тенденция, о том, что любая попытка государства использовать религиозные организации в своих целях заканчивается ущербом для этих же религиозных организаций. Спасибо, спасибо, очень интересное замечание. Давайте мы на этом будем заканчивать. У меня один вопрос к аудитории. Ничего, если я скажу вам так вот попросту, ребят, все же студенты, все молодые, вы все религиоведы, да, второй курс, первый курс, третий курс, да, примерно так, скажите мне, пожалуйста, вы получите дипломы, там будет написано религиовед, да, или вы еще не знаете, что там будет написано, окей, не знаете, это уже симпатично, а тогда дополнительный вопрос, как вы думаете, кем вы будете, когда получите свои дипломы, кто-то может сказать, не знаете, не знаете, как вариант, судебным экспертам, то есть, вот, да, то, о чем Наиль Камильевич говорил, запрещать списком, да, но я думаю, все не сумеют стать судебными экспертами, да, вы знаете, очень, очень, а что-что? Экспертам в области международного консультата в области 60-60. Ага, 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 спасибо, спасибо, я вам хочу сказать, дай вам Бог найти применение своим силам после окончания кафедры, или там, факультета религиоведения Казанского федерального университета, но чтобы меня не обвинили в клирикализме, я сказал, дай вам Бог, теперь я скажу, на Бога надейся, но сам не плашай, ребят, думайте о том, что будет с вами через три года, мы пытались подумать, что с нами будет через какое-то время, на примере взаимоотношений государства, церкви, разница между верой и церковными институтами, которые, конечно, существуют, и очень хорошее замечание, что на самом деле вера не бывает без соблюдения религиозных обрядов, без практики, без религиозной практики, и на этом позвольте мне закончить, если у кого-то еще есть вопросы, эксперты будут в вашем распоряжении, после того, как я попрощаюсь с телезрителями, вы свое любопытство удовлетворите, но славы на телевидении для сегодня нет, она кончилась, все, лимит. Большое спасибо уважаемые телезрители за внимание, до следующей встречи, я только напомню, что это был дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета, я ее ведущий, Юрий Алаев. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok